всем привет народ сейчас хочу заняться кашкальчиком там же у него побежал термостат лопнул корпус и есть короче тассов с него хлещет ручьем хочу сейчас его снять термостат и ну как с образцом ходить искать а то наши торгаши не могут въехать что это за термостат такой 1 и 2 двигатель но здесь он как реновский день же да и в общем то они короче ну сколько ходил искал надо образец надо по образцу короче говоря вот сейчас немножко потеплело и сейчас вот как раз хочу пока еще солнце стоит более менее тепло залезть туда попробовать его снять вот кашкальчик стоит здесь места мало сейчас надо вот этот вот mercedes выгнать это цешечка тот что я весной нашел пацану взяли он ее на ключ и закрывает ключ забирать говорю 4 закрываешь а моя машина короче закрывать и постоянно цешка сады с блин мелковат он короче mercedes надо побольше ну как для меня сто пятьдесят одна тысяча ничего себе уже накатал взяли мы его было сто тридцать пять до сто тридцать четыре тысяч по моему или сто тридцать одна тысяч уже двадцатку накатал за сколько за полгода за шесть месяцев ну такой ничего не плохой мерсик тут вот деревяшечка короче тут деревяшечка руль еще не ушатанный не облезший желательно конечно его в этот зачехлить ну пацан так ездит без чехла на 18 движок короче на механике 6 ступка тринадцатый год 2 этот 2013 года выпуска местный mercedes короче в блюстаре его брали по истории нашинский blue star вот он оттуда был купленный и сколько раз два три три хозяина было сейчас пацан вот четвертый хозяин ну неплохой неплохой беленький стояночный свет спереди слив беленький красочка вся родная чистая бархо . вся чистенькая не убиты сиденья тоже хорошие на удивление хорошо сохранившийся родная краска на нем только задний багажник крышка подкрашенная а так весь полностью по кузову целенький сейчас я его выгоню чтобы там было место работать с кошкаем вот такие у него уже фары но это фейслифтинг амалагация уже на нем стоит бампер другой капот другой фары другие и торпеда соответственно другая вот она вот такая идет с этим вот приливом механика 1.8 на компрессоре движочек ну в общем то как бы по такой информации что тут цепочка уже была заменена на 90 тысячах вот на пробег у него родной оригинал не смотанный ничего сейчас я его к забору сюда запаркую вот так пусть стоит здесь пока пока короче еще пацан не уж это так сейчас посмотрим чё с кошкачиком отпустим щетки это снег шел я щетки поднял чтобы они к лобовому не прилепли на кстати он такой неплохой комплектации у него лобовик с подогревом сейчас запустим его заведем посмотрим может он уже сделал все пока стоит уже месяц месяц уже стоит и можем как-то отремонтировал вот он 1 и 2 turbo 115 лошадей хры а по моему хры а 20 двигатель у него кочерга вот здесь на капоте крепится такое крепление тут сейчас заведем посмотрим ну то соло то соло нету полный бачок заливал ушел то сов вот здесь термостат у него стоит там целый паук короче из трубок пластиковый корпус он еще высокотемпературный 93 градуса у него нагрев в пластике это охренеть короче сейчас запустим движок посмотрим откуда бежит досок вариатор на вариаторе так что там у нас пока остается 129 тысяч четырнадцатый год так аккумулятор еще не сел за месяц нормально завелся да вон он уже побежал в общем сейчас вот здесь вот буду разбирать так надо слить косоль чик и короче аккумулятор скинуть надо чтобы доступ был здесь в этом пространстве чтобы удобно было туда подлазить аккумулятор скинул ночи мы по ходу пьесы потихоньку буду разбирать метки аккумулятор снял уже освободил площадочку вот и уже по трубок снял посмотрим вот он весь этот паук вот он здоровый такой вот отсюда и до туда здесь у него стоит вот здесь стоит датчик здесь вот сбросной золотник стоит и вот он там вот раз два три 4 5 6 не знаю 7 или 6 или 7 сколько там 8 креплений но вот 4 вижу и там он еще вижу здесь вот здесь мокрое место и мокрое не знаю почему вот здесь вот вот здесь мокрое место почему так фиг узнать короче либо он так двух местах что ли лопнул либо фики узнает по прокладки что ли подтекает просто надо было протянуть поджать немного немножко обжать прокладку или чё не знаю ну все равно короче сейчас я его сниму и буду более детально смотреть по корпусу так фиг поймешь короче откуда он тек здесь ну вот эту железную трубку на расширительный бак снял ей вот сейчас снял по трубок чтобы более-менее так свободное место было будут проводку не стал ничего отсоединять пусть она тут так и торчит просто я немножко так подвязал чтобы она не висела в принципе доступ уже есть к термостату вот это вот еще чуть-чуть подвязать так привязать чтобы он не мешался по трубок и уже можно снять там болты на 10 и скину термостат а вообще ребята вот здесь вот видно что кто-то сюда лазил вот я вижу вот по хомутам что хомуты сидят так не на своем месте когда хомут сидит долго на шланге он свой след остает на шланге вот хомутики не ровно в своих следах сидят то есть кто-то хомуты вот эти снимал и ставил обратно и вот по болтам видно тоже что болты вон крученые он шляпки на болтах видно следы от ключей что кто-то сюда лазил и крутил болты не знаю что тут делали может быть термостат меняли а может быть зачем его снимать если не менять термостат но как правило здесь вот корпуса пластиковые лопаются фиг его знать может быть был менее на термостат и по по прокладке муж резинка или какая там прокладка стоит муж подсела и вот час выдавливает антифриз черт его знает мы просто так бы сюда не лазили не снимали бы знать что-то они тут делали кто-то когда-то что-то не знаю сейчас разберемся но явно видно болты были когда-то открученные да потому что следы вон на шляпках от ключей есть и по хомутам тоже видно что хомуты не на своих местах сидят значит шланги все это снималась когда-то разбиралась да все равно в любом случае я буду снимать час корпус этот и смотреть более детально так ребятки смотрите вот раз два три 4 5 6 6 болтов открутил вот с корпуса и он уже вот отошел и вот корпус уже все анголовки отошел но там еще такая байда капец какой-то там кишки замуфленные какие-то вот этот тройник переходник прикрученный туда на там еще какая-то 3 хамуги закрученная французы с японцами дают капец там по трубке на хомутах сидят надо там их отковыривать снимать туда подлазить конечно капец замутили ну ладно ничего сейчас придется помучиться все эти там все эти концевики сейчас придется от потрахаете все придется поймать снимать вот он сам весь корпус ты там все потрухи вот один шланг я вижу вон он шланг один я увидел вон он сидит хомут как нему подлезть теперь только чтоб скинуть шланг и где-то где-то еще короче вон там сидит шланг еще один все это надо отсоеди не час ну что парни вот я и выдернул эту всю бодягу и в общем вот она проблема видите прокладочка как сидит вот она в принципе вот в этом месте вот в этом месте и был потек вот отсюда антифриз с этого вот угла и стекла а здесь нету куска куска то нету смотрите просто нету куска ребра нету одного вот он вот есть ребро вот она идет идет а тут раз и нету ребра куда она делась нет его отломалась вот то что вот из-за этого ребра то что его нет он отсутствует вот я в корпусе смотрю его тоже нету в корпусе нет но он мог конечно уйти куда-то вот через эти патрубки систему дальше охлаждения если он уже и отломался это ребро вот держит прокладку видите за счет того что ребра нету ребро отсутствует прокладочка смотрите раз и хираксы выдавилась то есть она уже не перекрывает надежное соединение и вот в эту щель вот в эту щель во второе ребро как раз и антифриз и уходил если бы прокладка если бы прокладка была вот так плотно к второму ребру вот вот к этому к этому ребру антифриз бы у меня и не уходил вы вот а так как нету канавки вот этой вот раз два два ребра вот держит прокладку то прокладочка вот так просто вниз внутрь корпуса вот так соскочила надо же так и антифриз отсюда сочился шел получается так что сам корпус я думал что он где-то ну вот здесь или здесь где-то по корпусу лопнул трещина где-то пошла а получается так что он целая только из-за того что вот прокладка упала вниз и уже нету соединения плотного антифриз давила вот здесь вот все плотненько идет прокладочка здесь здесь а тут то такой кизя геморрой то есть то есть то есть но не знаю сейчас я вот тут еще все вытру посмотрю может где-то этот кусочек валяется хотя он уже этот кусок мне и не нужен то есть прокладка он где где вот это да прокладка вот здесь вот в этом месте а да вон след есть в этом месте вот этот темный след вот как раз и вот здесь и говорит о том что ребра здесь и как бы давно давно что ли нету ну как раз вот здесь вот в этом месте и потек был антифриза видите какая тоненькая как раз в этом по-дурацки сделана такая выемка в головке там много тела везде а вот как раз в этом вот ребре в этом вот колени да вот вот он такой вот след вот здесь как раз вот след и есть беспонтовый все одноразовое делают делают все одноразовое да да именно в этом месте вот и бежал антифриз какая зараза что делать он капец какой дорогой этот корпус на наши деньги где-то он сто пятнадцать тысяч стоит 115 где-то 110 115 тысяч деньги вот этот кусок говна пластикового стоит таких денег на доллары считать сам где-то 270 долларов он стоит вот этот кусок пластмассы чё делать дубликат ставить тоже это не вариант сколько он простоит из и как он будет ходить чё там кстати какая дата дата выпуска дата выпуска чё за дата стоит не 14 год родной родной стоит старый корпус а зачем тогда болты крутили лазили что-то тут делать а может быть он и давно подтекал они может быть лазили что-то как-то прокладочку подклеили приклеили чтобы я еще посмотрю тут на предмет клея может быть следы клея есть тут хотя что-то он там есть может просто они сняли термостат вот так прокладочку под приклеили чем чуть-чуть слегонца до чтобы она вот так была держалась к этому ребру и снова воткнули перед продажей как вариант возможно может быть такое да ну у меня мысль только такие почему сюда лазили там болты все кручены в шляпке по шляпкам видно что они вон кручены то есть ключами ерзаные значит они откручиваются от по резьбе видно резьба грязная значит и болты снимались не помылись и снова закручились и снова закрутились и это вот явно видно что болты выкручивались и закручивались но только у меня мысль такая что они вот такую вот химию замутили денег не стали тратить почти 250 до 270 долларов где-то на 250 баксов получается они 270 баксов получается это такие бешеные бабки не стали тратить а вот такую химию чемкентский вариант замутили да вот она я еще и сразу увидел что как только термостат от головки так раз отсоединился смотрю прокладочка такая пузырем вышла думаю чё на растянутая такая она кажется вон чё нету ребра отломаны видите вот он чё-то следы клея есть рыженькие может быть его просто под приклеили слегка и снова поставили да вот она ребра отломанная зараза какая чё делать надо что-то придумать с этим корпусом вот такая херня бандура нахрен это делать вот такой геморрой паук такой охренеть охренеть так надо чё-то замутить надо что-то придумать с этим корпусом мне тоже неохота столько денег тратить на этот кусок пластмасс который по факту то нихера и не стоит тут пластик это 10 грамм пластмассы и такие бабки отдавать за корпус термостата что-то не очень мне это охота надо какой-то хим надо какой-то химию придумать да так ребятки вот он этот весь корпус я его сейчас отмыл бензине обезжирил высушил чтобы не было остатков антифриза потому как антифриз он жирный а мне нужен чтобы он был сухой и обезжиренный для того чтобы я мог сделать вот этот вот бортик видите нету бортика мне надо чтобы он был сухой и вот я еще заметил что вот этот вот кусок вот отсюда до сюда тоже имеет трещину вот здесь вот видно да и так вот еле-еле он короче держится то есть если вот сейчас вот так вот немножко надавить он играет и вот она трещина тоже может отломаться трещина что я решил сделать с этим корпусом так его посмотрел вот визуально вот здесь нету нигде таких явных трещин или каких-то еще поверхностных повреждений он вроде бы пока еще вот снаружи целый корпус но уже пластик начинает крошиться если вот этот бортик сломался значит он уже все высыхает и начинает крошиться вот видите внутри трещины тоже идут ты он так вот внутри весь уже пошел вот там пузырями поплыл и весь у так он трескается то есть уже пластмасса свой срок службы отрабатывает сохнет и от нагрева расширения сужения вот так идут трещины в общем я решил внутри его залить пластиком у меня есть двухкомпонентный пластик но правда он будет по жестче чем этот типа абс а пластик какой-то там ну 60 процентов по шору твердости в принципе то он держит температуру на расширение и сужение такой довольно прочный смешивается в пропорции там один к одному и довольно быстро моментально за буквально за минуту за две он твердеет ну а полную силу набирая там в течение суток в общем я решил короче внутри вот эти вот все стенки залить этим пластмассом как бы внутри сделаю шубу усиление ну и соответственно вот здесь таким же образом и наращу вот этот потерянный бортик то есть залью пластиком этим и будет короче недостающая деталь из вылитая из пластмасса вот сейчас я вот так его царапаю набиваю вот такой вот шагрень видите да вот так сейчас царапаю потому что вот эта поверхность гладкая вот и ангезии здесь практически не будет если залью пластмассы вот набиваю вот такие вот царапины бормашинкой видите на ноготь шершавый чтобы было наилучшее ангезия и пластик наибольшим образом приклеится к шершавой поверхности чем к гладкой поверхности в общем короче идея такая чтобы внутри усилить корпус толстым не буду делать толстый здесь и но можно сделать но нежелательно потом вот так вот мучу такая бормашинка с такой вот насадкой и вот так набиваю риску царапин было хорошая ангезия то уже здесь все подготовил чтобы сделать матрицу то есть снять с этого объема матрицу это я обклеил скотчем малярным автомобильным который применяется в малярке по крест покраски автомашин а вот такой вот скотч вот все заклеил стеночки в несколько слоев его залил вот форма масса используется в литейном ювелирном деле так посмотрим что же получилось вот так вот короче говоря получилось он залил клеем клей уже высох отвердел в принципе уже все можно снимать ну то есть вот такая матрица стенка получилось довольно таки толстенькая в принципе это нормально то что вот сейчас там будет меньше объем от оригинального как бы ничего страшного потому как проход вот антифриза вот здесь здесь широкий видите да здесь сколько два два с половиной до диаметра ну двадцатка грубо говоря на ли какая 25 25 здесь тоже 25 а здесь вот здесь сантиметровый проход отверстия для антифриза и вот этот вот патрубок внутри тоже сантиметровый также как и проход вот этого сосунделя вот здесь он полторашка а внутри вот он сантиметровый там поэтому объема проходящей жидкости внутреннем объеме количество проходящей жидкости будет более чем достаточно то есть то что сейчас уменьшится камера большую роль не сыграет а важно все таки мне усилитель который сейчас получится вот от дополнительно залитого клея усилитель буртика это будет очень хорошо потому как ну пластик уже довольно таки высохший хрупкий он ломается если так подлить одну вот какую-то часть усилителя от этого буфера ребрышка то он пойдет ломаться дальше поэтому я решил его весь вот так залить сейчас я буду снимать разберу и вот это подвесы подвесы сниму и буду выковыривать вот эту вот форму матрица на гипсово из форма массы то есть легко вы говорится потом она водой легко вымывается но если где-то что-то там слишком залилась то я уберу набор машинки бориками спилю лишний там залитый клей то есть как бы немножечко еще могу увеличить внутреннюю камеру клей сейчас высох и давайте глянь что получилось а вот такая внутри форма получилось ну в принципе как я и рассчитывал объем не сильно такие уменьшился я думаю этого будет более чем достаточно для прохождения антифриза то есть не будет препятствия для объема прохождения прокачки антифриза вот здесь стоит датчик температуры а вот здесь выход на печку как я понял потому что здесь стоит такой мембранный клапан который перекрывает закрывает типа крана короче получается он либо открывать либо закрывает подачу прохода антифриза здесь патрубок идет с радиатора он и тут был зауженный по родному сейчас вот там вот такое вот отверстие видно да ну не знаю короче я думаю что будет нормально прокачиваться в общем то что мне самое важное здесь это вот эта вот стенка которая отсутствовала толщина родной стенки вот она вот тело ну сколько здесь полтора миллиметра 1 и 4 миллиметра здесь а я получается сколько нарастил этим клеем вот такую толщину 3 миллиметра нарастил я думаю что но вообще сумме смотреть какая будет толщина я думаю что держать будет вроде бы этот клей держит температуру главное чтобы открытого огня огня не было так как он все клеи на открытый огонь они просто сгорают а на допустим на температуру от нагрева воды я думаю что он как бы мы не держать какая здесь толщина стенки получается 5 5 с половиной 5 с половиной миллиметров до 5 половиной миллиметров здесь сколько здесь 5 и 2 вот вот здесь вот такая широкая получилась стеночка тела сколько ухты 6 и 2 6 и 2 ну здорово толстое тело заливка и вот это вот внутри тоже заливка вот она думаю что блин ну должен работать вот хорошо видно да как раз вам здесь под таким углом вот родное тело обломано нету нету не достает и вот снова родное тело вот он весь кусок залитой вот канавка для прокладки такая же сюда прокладочка также хорошо аккуратно встанет кстати тут аккуратненько залилась и то есть там облочкой или залитости клея нету то есть она в канавку клей не протек и отлично залился стеночка ровная здесь тоже ровная стенка ну вот я сейчас его притер по плоскости вот он кривой был вот такой вот играл то есть его повело пластмасса есть пластмасса короче вот видно да вот по вот этим втулкам вот и где притер тости вот вид в этом месте был провал вот такой вот яма где еще здесь провал был здесь был провал ну скорее всего наверно от этого что тут провал и плотного прилегания не было к головке может быть отсюда он как-то играл или что расширял сужался и отломался этот кусок не знаю предположение такое в общем сейчас я его притер и сейчас плоскость стала ровная то есть пятно контакта будет идеально сто процентов прилегать к головке притягиваться и уже щелей никаких не будет то есть прокладка будет должна герметично держать я так вот это мне особенно было важно вот этот момент отсюда досюда чтобы как можно лучше как можно идеально получилось кстати вот отсюда досюда тоже трещина в вот в родной вот в такой стенке вот ее видно вот она была трещина ну то есть уже вот-вот на грани бы кусок этот отололся и клей клей когда я заливал я вот этот кусочек вот это вот этот бортик немножко вот так пошатал пошатал чтобы клей залился в эту трещину и клей вот туда протек и видно он там то есть тоже внутреннюю трещину вот отсюда до сюда клей под залил залился клеем это тоже мне нравится хорошо вот сейчас день еще подожду чтобы клей схватился хорошо и буду собирать ставить на машину вот такая вот мандула пластиковая пластмасса это кажется таким каким-то наполнителем стекловолокняным ну вот как радиаторы делают это вот эта пластмасса пластмассовые бачки на радиаторах чем-то он пока свежий держит а как на стареет он интенсивно разрушается надеюсь что этот клей не потечет не вымоет его антифризом и он будет держать форму а если он будет держать форму соответственно он не даст уже такому расширению этого пластика то есть как-то будет сдерживать но расширение будет но уже не такое большое допустим вот так играть уже так не будет от того что будет нагреваться остывать нагреваться остывать расширился сузился расширился сузился все все тело по физике имеет расширение сужение абсолютно все от металлов до всего остального также и здесь чем больше тела тем я думаю будет прочность больше и надежнее не знаю посмотрим короче как она покажет ну собственно жду день пока он схватится отвердеет возьмет свою прочность и буду ставить и все собрал кошачка установил эту мандулов паук все подсоединил все трубки шланги хомуты вот эти вот болен капец дурацкие задолбался их наверное час смучился точно и все равно не одел вот такой вот кому-то обычный советского образца поставил закрутил короче не смог я вот такой хомут натянуть выкинул на и вот такой же еще один хомут поставил вот там делом и вторую кому там поставил там капец вообще нереально натянуть вот такой хомут но это то ладно тут еще по легкому я его одел потому что здесь нормальный доступ и еще можно так раз раз подверточкой тык 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 подтянуть капец хомуты жесткие и они маленького размера то есть шланг чуть больше получается чем хомут в таком свободном положении этот натянул вот этот хомут не смог натянуть советский вон тот винтовой вон он надел короче ну так вроде нигде не течет прокладочка держит сухо сейчас воздух скинул спустил печка заработала теплый воздух пошел все шланги горячий прогрелись а ну и уровень в бачке стоит сейчас стабильно он чуть-чуть упал я крышечку открыл немножко долил крышку закрыл прогазовал хорошенечко и воздух горячий пошел то есть продавил а ну хотя вот с этого вот клапана вон он клапан до золотник стоит вот с этого золотничка вот скинулся что пошел ну то есть воздух я бросил и вот она расширительная трубка идет с расширительным бачка вот она эта трубка расширительная идет и где она вот вот здесь она приходит здесь тоже я пустил воздух пошел-пошел чистый антифриз то есть раз воздушил пробочку воздушную скинул вроде нормально работает сухо я думаю будет держать или как не знаю наверное будет держать если сейчас течи нету сейчас уже прогрелся двигатель минут сорок работает движок полностью вот он горячий вот и сухо рукой я туда залазью пальцами течи нет никакой нет ни капель ничего нету не парит ай тихо не обжечься но главное чтобы клей не расплавился от горячей воды а так он будет держать никуда не денется ну на этом все короче говоря или потратить 300 долларов купить новый непонятно какого качества а французских нету оригиналов надо заказывать ждать 60 дней в общем вот так обошелся клей и антифриз короче 10 тысяч тенге или 100 15 тысяч тенге разница есть да будет держать никуда не денется температура прогрета полностью движочек работает горячий воздух идет уже хорошо идет горячий воздух печка прокачалась и развоздушилась и задул горячий воздух сначала сначала воздуха вообще не было холодный шел печка стояла вот на горячую на горячем положении на чай сделал я выключил поставил на самую холодную на самую холодную поставил вот так и включил автоматический режим там же вот этот вот клапан мебранный то есть вакуумно идет трубка на кран открытия закрытия короче подачи горячей воды в тройник в паук откуда идут все трубки на печку вот так подождал потом снова выключил этот режим включил на самую горячую самое горячее положение и печка заработала горячий воздух пошел ну собственно говоря все на этом печечка дует горячий воздух идет температура стабильная антифриз стабильный никуда не уходит в общем давление держит течи нету как всегда уже ночь минус 5 градусов холода на улице время уже полдевятого вечера а я к этому времени вот закончил ремонт как обычно ночные ремонты но ничего не сделаешь такая жизнь в общем пацаны такой видос кому видос понравился ставьте свои пальчики вверх лайки пишите комментарии свои мысли по этому поводу как восстановить пластиковый корпуса таких термостатов путем залития клея и тем самым усиление родной родного корпуса на этом все да сейчас посмотрим сколько 55 градусов минус 5 градусов 20 40 время 9 часов ночи в общем все на этом все всем пока удачи не ломайтесь если ломаетесь чинитесь грамотно всех обнял всех подкинул пока